всем привет некоторые хотели теста игры генджин импакт на устройствах сегодня будем тестировать планшет от фирмы hotway есть плюсы есть небольшие минусы и есть интересные характеристики генджин импакт тянет играть можно ну и давайте поближе познакомимся это у нас hotway под 11 еще этот гаджет можно назвать планшетный компьютер и скоро вы поймете почему характеристики планшета hotway под 11 прямо говорят о его направленности это отличная модель для учебы детей для работы просмотра youtube и других социальных сетей хотя и игры он тянет неплохо генджин я играю на минимальных настройках и лично мне нравится так как экран просто кайф планшет имеет стильный дизайн чем и отличается от ближайших конкурентов он тонкий сборка очень хорошая ведь нет никаких скрипов и прогибов даже при сильном усилии комплектуется данная модель также силиконовым бампером что позволит дольше сохранить его внешний вид в идеальном состоянии вообще комплектация очень хорошая стандартный комплект состоит из защитного стекла самого планшета который сразу в защитном чехле макулатура со скрепкой зарядный кабель тайп си и блок зарядки чехол отмечу прям хороший силиконовый с основательными бортиками по краям и основание совсем не скользит в руках одна из главных фишек это дисплей он очень добротный и с хорошей яркостью а все потому что здесь большая диагональ с разрешением full hd плюс дает отличные возможности для работы и мультимедиа стандартная для 11 дюймовых экранов разрешения в 1920 на 1200 точек дает 206 точек на дюйм диагональ 11 дюймов просто шикарная ее прям идеально хватает и для работы и для игр а для фильмов так я вообще молчу у меня жена на планшете только кино смотрит когда на кухне что-то делает благодаря IPS матрица картинка насыщенная с неплохой глубиной цвета мультимедийный контент на этом планшете выглядит идеально помимо хорошего экрана мы имеем достойное железо которое позволит и поработать на нем и в игры поиграть в под 11 установлена 6 гигабайт оперативной памяти которую я сразу же расширил еще шестью гигами добавив файл подкачки получилось 12 гиг чипсет unisoc t606 это восьмиядерный процессор работающий по 12 нм техпроцессу имеет два ядра cortex a75 в 1612 мегагерц и 6 энергоэффективных ядер cortex a55 также в 1612 мегагерц гп у нас mali g57 из внутренней памяти здесь 256 гигабайт который можно расширить картой памяти до 1 терабайта этих цифр по железу достаточно для любых задач включая хранение десятка фильмов или другого контента в игры играть очень комфортно на таком дисплее в бабке это вообще читерство такой экран да и в другие игры я играл с кайфом а по поводу синтетических тестов мы имеем вот такие цифры что мне еще понравилось в планшете хотя это есть и в других так это то что он работает как смартфон и можно вставить в него в сим-карту звонить и полноценно пользоваться интернетом ну как простым телефоном а когда интернет безлимитный как у большинства то можно юзать интернет на большом экране хоть в дороге хоть на работе за питание отвечает аккумулятор емкостью 8000 миллиампер часов это довольно неплохой показатель потому как 11 дюймовый экран нужно хорошо питать время зарядки родным зарядным устройством в 20 ватт три часа за сколько разрядить его точно не скажу так как сутками я в планшете не залипал но скажу вот что что если смотреть видео и кино то зарядка продержится до вечера точно по крайней мере я его заряжал вообще не часто если играть ресурсные игры то заряда хватит на часов 5 может и больше нареканий на аккумулятор вообще нет и нагрева планшета я не заметил хотя он у меня постоянно в чехле из камер мы имеем заднюю на 16 мегапикселей фронталку на 8 мегапикселей как вы понимаете фото модули это не сильная сторона планшета при хорошем освещении 16 мегапикселей весьма неплохо угадывает цвета но качество снимков по современным меркам слабое фронталка же хорошо подойдет для созвона в мессенджерах это нужно хорошее освещение чтоб картинка была хорошая из приятного выделю еще и звук он кстати тут очень порадовал мы имеем 4 динамика и стандартный джек под наушники наушники кстати работают как от джека так и от тайп си если у вас именно такие стереозвук вполне отчетливый громкость приличная и для простого использования динамики очень хороши операционная система android 13 работает отлично имеет стильную графическую оболочку как и на других устройствах этого бренда а вот почему я назвал планшет планшетным компьютером так это из-за идущей в комплекте bluetooth клавиатуры которая идет с хорошим чехлом к слову планшет можно заказать и без дополнительного комплекта вставляете планшет силиконовый чехол примагничиваете клавиатуру к обложке сгибаете обложку получаете light ноутбук на android клавиатура небольшая без тачпада и только с английскими буквами но работать на ней вполне можно и удобно а еще можно на алиэкспресс заказать наклейки на клавиатуру и наклеить русские буквы вообще такая комплектация это может быть реальная замена ноутбуку обложка удобно тем что позволяет поставить планшет под нужным углом а вот как я подключил мышку через переходник к планшету и моя жена планшетом пользовалась полноценно как ноутбуком если сравнивать то вес меньше экран достаточный для работы и батарея не сядет через два три часа очень хорошая альтернатива сама же клавиатура сделана из алюминия и надежно и функционально крепится к магнитному чехлу что практично и удобно а вот как настроить клавиатуру чтобы она работала с другими языками потому что там изначально стоит английский язык и не все могут понять как это сделать вот как она настраивается а и по характеристикам hotway под 11 очень даже неплох при том что цена его будет прям вкусная ведь на старте продаж он будет стоять всего лишь 139 99 а первым 100 покупателям беспроводная клавиатура и чехол будут идти в подарок так что если вам нужен планшет для работы учебы или просто для дома то рекомендую присмотреться обязательно пишите как вам новинка от hotway что думаете по данному планшету ставьте лайк за мои старания и я рад был быть для вас полезным пока пока скоро увидимся